Наступила жара, начало лета и уже плюс 30. Правда, скоро синоптики обещают небольшой прохладный тайм-аут. Когда нам ждать понижение температуры, знает Инга Гудель. Лето у нас началось, как говорится, по всем статьям. И даже с опережением графика. На календаре июнь, а вот по температуре уже июль. Ну, такие погодные прыжки летом для нас вполне в рамках нормы. За эту июльскую жару спасибо циклону над Скандинавией. Он хоть и находится на севере, а вот воздух гонит к нам из южных широт. Тепло вообще-то не со Скандинавии идет, конечно, а со Средиземного моря. Потому как по циклону, если смотреть, то там как раз юго-западные больше потоки. Это Италия, воздушная масса к нам идет, это Испания. В таком вот июльском ритме мы будем жить до начала следующей недели. А там, правильно, в понедельник холодный фронт. Но что значит похолодание летом? Это когда было плюс 30, а стало плюс 25. Да и то всего на день-два. Потом мы снова возвращаемся к июлю в июне. Температура будет расти. Ждем в районе плюс 30. Да, и дожди тоже возможны после обеда. Ливневого характера. И ливневого характера совсем не означает сильное, как мы привыкли думать. Осадки бывают двух только видов. Облажные и ливневые. Все зависит от облачности, с которой они выпадают. Если с кучево-дождевой, то даже две капли, выпавшие нам на нос, это будут ливневые осадки. Вот эта кучево-дождевая облачность, она не станет даже сильной дать. В то время, как рядом у соседа на огороде ни капли не выпасть. Что же нас ждет завтра? В пятницу днем у нас до плюс 31 переменная облачность. Ночью плюс 15-17. И местами возможен кратковременный дождь. Послезавтра уже без осадков, а температура воздуха не изменится. Инга Гудель, Леонид Мостак, ТСВ.